всех приветствую продолжаем работу над открыткой в первой части мы перевели наш рисунок с помощью белой гелевой ручки на пергамент у нас получился вот такой рисунок на пергаменте дальше мы переворачиваем нашу работу на изнаночную сторону эмбосинг и тиснение мы делаем на изнаночной стороне это запомните потому что это основа это всегда делается именно так дальше дальше наша задача взять инструмент шариком с маленьким на 0 5 или на миллиметр и пройти все нарисованные линии шариком для того чтобы шарик лучше скользил по пергаменту я это повторяю каждый раз мы либо проходим весь рисунок у нас есть мы проходим его кусочком пергамента кальки убираем как бы вот этот восковой слой какой то есть что ли на кальке либо либо мы используем для работы воск есть воск фирмы пергаман специально для такой работы либо можно использовать вот такой вот для обуви на основе пчелиного воска и так что мы делаем мы должны сейчас как я уже сказала пройти все линии которые у нас нарисованы ручкой мы должны пройти шариком особо не надавливайте эту открытку как я вот некоторые я делаю на пергаменте плотностью 90 грамм на метр поэтому с таким пергаментом нужно очень бережно относиться он не любит слишком большого давления когда мы переводили ручка вам говорила лучше вообще не давить когда ручкой переводите рисунок просто слегка прямо чуть-чуть касаясь бумаги да и получается хорошо переводить все наши линии я для того чтобы не делать слишком длинное видео уже сделала эмбосинг тут показывать особо ничего то есть аккуратно проходим линия за линии все-все-все-все нарисованы наши линии четко по линиям не слишком надавливая после эмбосинга переворачиваем другую сторону вы тактильно да и визуально увидите что у нас появился рельеф это и есть эффект эмбосинга то есть рисунок получается рельефным и так снова моя работа лежит изнаночной стороны наверх и теперь займемся тиснением что мы здесь будем делать какие инструменты нам нужны будут я всегда вам показываю инструмент петля есть вот такой инструмент на его кто называет к черешкой кто клюшкой в общем как вам удобнее так и называйте вот он видите да он похож на клюшку и вот здесь как бы шарик на конце у него такой закругленная часть в общем и можно если вот эта часть у нас получается бледное тиснение если мы будем делать прямо кончиком у нас будет более яркое тиснение зависимости от диаметра шарика или петли у нас получается более насыщенные или менее насыщенное тиснение и кроме того вот используем петельки которые делаются своими руками об этом я говорю не в одном мастер-классе сейчас я рассказывать не буду вы можете посмотреть другие видео либо видео где я рассказываю об инструментах и узнать об этом больше итак приступаем к тиснению начинаем тиснение наши центрального цветочка делаем моего петлей либо шариком который у нас примерно примерно но вот три миллиметра который да я покажу и так и так то есть как мы делаем петлей петелькой мы делаем движение штриховые от края лепестка к середине видео не доводя до конца и вот так рядом 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 делаем штрихи чтобы они у нас ровные были вот таким образом точно таким же образом мы делаем при помощи инструмента шариком то есть точно также от края лепестка мы штриховыми движениями двигаемся в сторону середины но не доходим до конца вот таким образом мы делаем шариком дальше что нам нужно будет дальше дальше вот давайте попробуем вот как раз инструментом клюшка сделать более яркую часть вот крайне да вот когда я вот так делаю у у меня получается более яркая насыщенная самая верхняя часть это тоже штриховые движения и и у нас более ярко либо вы берете шарик который у вас меньше диаметром и вот так мы проходим могут здесь и не сделал то же самое можно сделать и петелька если мы здесь не не слишком надавливаем то около самого начала я переворачиваю как бы уголочком эту петельку она здесь уже значит у меня и тиснение будет более яркая и вот этим уголочком я прохожу около самого края в общем запомните что чем меньше инструмент по диаметру тем ярче у нас получается тиснение так что у нас получается на лицевой стороне вот у нас как бы получает стройной переход ярче чуть более дни и совсем практически без тиснение так мы должны сделать тиснение всего цветочка серединку цветочка я просто вот таким движением тоже штриховым по одной и другую сторону сделаю тиснение просто беленько как правило серединке таких цветочков я на них на них делаю стразики можно это возможно это кому-то захочется раскрасить тогда вот тиснение в любом случае нужно ну в общем вот такое тиснение простое мы здесь делаем дальше дальше вот эти части мы никакие тиснить не будем их можно будет пройти шариком чуть большим диаметром для чего нам это нужно вот пусть у нас немножко как бы появится вокруг вот этих прожилочек как бы небольшой ореол такой то есть мы чуть-чуть как бы выходим за линию да у нас линия как бы расплывается что же можно сказать мы здесь будем делать потом перфорацию то есть все что у нас внутри вот этих четырехугольников да и вот этих фигурок у нас будет все это вырезано то есть у нас будет вот такая вот сеточка вот здесь вот поэтому тиснить здесь ничего не будем дальше переходим давайте бабочки что мы делаем с бабочкой во первых нам нужно протиснить вот самые краешки крылышек бабочки но перед тем как мы будем самые краешки тиснил мы возьмем большую петельку я вот большую самую большую петельку свою самую широкую возьму либо это вот можно опять же инструментом клюшка сделать и бледненько за протиснем крылышки но даже вот не берет меня здесь клюшка да я все таки это сделал петелькой делаем на лицевой стороне получается очень ровно мы делаем слегка 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 протисненной полностью крылышки бабочки стараемся чтобы это было у нас ровно никаких полосок просто сплошное сплошное тиснение я сейчас скажу то есть вот она сплошное тиснение крылышка у нас идет полностью крылышки так проходим можно заходить на вот эти вот части крыла можно не заходить смотрите как вам это больше нравится и вообще вы можете вносить свои коррективы по своему вкусу что-то делать может быть вы немножко не так будете оформлять работу основной принцип я показываю вы можете немножко видоизменять ну вот эту работу мы делаем именно так если вы совсем новичок советую ничего не придумывать а делать так же тисни все крылышки так штриховыми движениями легкими не надавливая прям бледно бледно на тиснение делаю чуть-чуть просто что мы делаем дальше дальше мы берем нашу петельку и наши петелькой мы будем проходить уже непосредственно около крышка листья около краешка крылышка листика хотела сказать вот штриховыми движениями немножко здесь вдоль крылышкой сделаем можно это делать шариком небольшого диаметра примерно полтора миллиметра в очку смотрите я сейчас покажу как это сделать шариком так этим мы прошли и сейчас я возьму еще шарик этот шарик наверно насколько на матриинге метрика да я еще вот шариком это аккуратно пройду кстати треснул немножко пергамент калька смотрим как у нас получается на стороне лицевой вот у нас самый краешек крылышко вот такой за против так показываю теперь как мы делаем это шариком ну например вот такой вот шарик возьмем это чуть поменьше на 2 миллиметра и делаем то же самое что мы делали петелькой то есть штрихуем около самого края наши нашего крылышка вернее крылышко бабочки конечно и потом можно подровнять это петелькой чтобы у нас был постепенный переход такой красивый два остальных крылышко делаем то же самое показываю все на этой стороне дальше нам нужно вот эти вот элементы крыла тоже оформить то есть мы полностью протиснем вот эту часть прям хорошо потеснем чтоб она у нас была яркая кругляшок тоже сначала как бы штрихуем можно в разные стороны у нас получилось красиво хорошее тиснение там шариком еще пройдем так и вот эти части мы точно так же как лепесточки делаем то есть сначала проходим штриховкой таким образом и потом делаем штриховку вот около самого начала дают но закругленной части более яркую точно так же мы делаем и нижнюю крылышку так вот что у нас получается вот такая бабочка у нас должна быть крылышки вот все бабочек каждый крылышко у нас вот таким образом должно выглядеть и тельце нашей бабочки мы тельце снизу вверх поднимаемся также как вот делали у лепестка не будем доходить до самого конца оставим чуть-чуть переход и вот эту часть мы полностью головку сделаем здесь у нас опять же будут стразики поэтому даже когда я переводил у меня тут не сказать чтоб сильно красиво получилось но я потом специально даже и не старалась что-то исправлять потому что здесь будут у нас все вот так вот такого вида бабочка у нас должна быть вот так оформленной каждый каждая бабочка каждая крылышко вы должны сделать именно так и вот таким образом должен выглядеть наш цветочек эту часть мы не трогаем просто делаем еще раз может быть 8 более толстым шариком чтобы у нас появилась как бы тень вот этих вот полосочек все больше мы здесь ничего не делаем потом у нас будет уже перфорацию до следующей части делайте до скорой новой встречи